вопросик друзья добрый день расскажите про митинги и демонстрации в сша в россии они запрещены без разрешения властей а как с этим в америке если человек выйдет с плакатом на улицу его не арестуют да ну давайте здесь это вопрос занятный правда выйдет на улицу с плакатом и что ему за это будет давайте поговорим значит сейчас развернул камеру на улице там посветлее значит демонстрации могут разрешать или запрещать не потому что какие-то политические взгляды допустим не допускаются на улицу хотя может быть такое тоже есть я не знаю если вы пойдете там с лозунгами там черных в африку или там чем такое российское вот или там ну совсем такое противозаконное наверное наверное такую не разрешат но в общем и в целом власти разрешая или не разрешая демонстрацию или скажем разрешая в одном месте не разрешая в другом месте обеспокоены тем чтобы не было проблем у других людей которые как бы демонстрации не относятся ну например чтобы демонстрации не перекрыла там дорогу проезжую часть а демонстранты они же знаете еще чего пытаются они пытаются в такое место попасть чтобы привлечь себе больше внимания если вы стоите где-нибудь там сбоку в сторонке и плакатом машете вы много внимания не привлечете а если вы мост перекроете например там из сан-франциско в окленд тогда про вас будут писать все газеты и так что вот так вот так такие безобразия значит там студенты университета беркли и пошло и поехало это как бы этим можно гордиться понимаете кто-то людей предмет гордости поэтому основная забота властей это чтобы демонстрации не нарушали жизнь людей вы можете например предвидеть какую-то большую демонстрацию которая соберет я не знаю там 50 тысяч человек или там 20 тысяч человек или даже там 2000 человек и вы хотите пройти я не знаю там по эквиваленту там тверской например где-нибудь тут маунтин и сети может вам разрешить но тогда они должны что по полицию там спроводить чтобы как-то охранять там ну за порядком следить и так далее то есть это какое-то мероприятие требующие усилия от города вы можете не ходить туда в сети нет не получать разрешения не связываться с полицией всякими другими телами вы можете просто вот например идти по тротуару вот мы едем с вами до по дороге а вот справа по тротуару можете идти гуськом и 100 человек и 200 и 500 вот но так чтобы никому не мешать особо можете ходить с плакатами и пожалуйста никаких вам разрешения не надо на следующий день после выборов президента сша 9 ноября я повесил видео которое снял у нас возле офиса вы можете так как отмотать туда в 9 ноября и посмотреть значит там учащиеся из лос-алтас хай такой приблотненный привилегированный high school собрались на перекрестке прямо возле нашего здания в торце нашего здания и и кричали в отношении улицы так они там кричали махали руками плакатиками такими там было написано факт трамп и вот они там как-то так демонстрировали машины им бибик или там мимо проезжали пришел полицейский пришел так он на мотоцикле сидел вы посмотрите это видео вы увидите как демонстрации такие проходят это не было санкционированы какой-то демонстрации они не брали нигде разрешения на то чтобы ее проводить они просто собрались и никто собственно их там не никак не ограничил not подъехал полицейский на мотоцикле и присматривал так находился на проезжей части так у тротуара и так стоял спокойно значит просто чтобы там что все было нормально то есть никто их не разгонял не обижал руки не заламывал палками не бил потому что не нет такого ну как бы и зачем то есть они ну что вот их разгонять но хотели еще сказать ну скажите на здоровье в той мере в какой они не выходили на проезжую часть и не блокировали ее все было нормально если бы они пошли на проезжую часть вот тогда полицейский который там стоял и за всем этим наблюдал он бы тогда вмешался искала бы пацаны ну-ка давай на дорогу но пацаны не пошли бы на смысле с дороги пацаны бы и не пошли на дорогу потому что там во первых там стоят полицейские во вторых они в целом не как бы сказать не брутальные такие демонстранты им было важно помахать бумажками покричать там там чтобы им побибикали и все такое то есть они на самом деле очень мирные такие на не опасные вот примерно так происходит я иногда вижу какие-то такие шествия обычно это мексиканцы протестующие против каких-нибудь иммиграционных там инициатив и наоборот выступающие в поддержку каких-нибудь инициатив они обычно так молодежь там типа школьники может быть студенты и сити колледжи вот они одеваются там какие белые майки им там организованы выдает какие-нибудь плакаты и они идут довольно быстрым шагом такой группой это может быть там в пару сотен человек они могут идти по улице вот л-к-минари у нас тут главная улица не могут по ней типа пешеходная часть танками никто никого нет понимаете вот они могут пройти там два километра и обогнать там 15 человек то там нет людей вот они идут там по этой улице на дорогу не выходят и что такое покрикивают но кто-то их видел из окна автомобиля кто-то там не знаю откуда они их видели им мне кажется больше важнее для себя там это пройтись типа вот они как-то вот высказались и как-то вместе были и ну какое-то такое мероприятие здесь демонстрации такого плана демонстрации это не то чтобы вот люди там вышли подраться с кем-то или там доказать в противостоянии что-то кому-то они вышли высказаться что вот мы против передам мы за вот пусть все знают что мы за ну хорошо ну вот они такой конечно власть не рассматривает демонстрации как попытку свержения власти подрыва доверия к власти там или чё-то власть рассматривает демонстрации ну такого плана как политическую активность граждан которая в целом поддерживается и в общем-то ну хорошо в той мере в какой они машины не жгут морду никому не бьют давайте а все так замечательно так у них мирно спокойно проходит все очень даже вот за такие виды значит демонстрации так что все хорошо было счастливы друзья я приехал домой иду домой